многие пользователи хотелось бы им задать такой вопрос чего начать выращивание грибов вот как пользоваться самим каналом и пользователи которые регулярно следят за тем что происходит на канале канал называется funny mushroom school funny это не означает что это какой-то там инсинуации на эту тему это просто означает что легкое простое веселое выращивание спокойное грибов и хотел бы объяснить вам вот такой параметр который не совсем соотносится там с выращиванием грибов он больше касается общего понимания того чем вы занимаетесь есть в любом действии или в любом деянии которое вы собираетесь сделать есть такой параметр который называется количественный вопрос есть вопрос качественный вот если вы начинаете выращивать грибы вам нужно начать с того что начать с вопроса количественного то есть любым образом побыстрее любых условиях которые у вас там есть какие-то возможности подвал помещение гараж дом балкон и что как у кого там что то есть вам начать приступить к количественному вопросу количественный вопрос будет касаться следующего момента то есть начать нужно с того чтобы как побыстрее как самым простым и линейным способом приступить тому моменту начать выращивать грибы качественный вопрос уже у вас появится потом когда это все произойдет и в зависимости от тех результатов которые у вас будут получены вы начнете уже следующий шаг или следующий этап выращивания вы приступите к вопросу качественного то есть как изменить те условия или те возможности которые у вас есть вы уже начнете их делать немножко другим способом который будет упрощать вам деятельность на таком вот поприще сейчас я покажу как это происходит на примере организации автоматической вентиляции ну помещениях выращивания грибу в предыдущей публикации я рассказывал о вентиляции о параметрах самих технических средств и объема там помещения и так дальше вам будет интересен вопрос ну а в дальнейшем то есть и там о вентиляции ну хорошо мы там в розетку включили вентилятор в розетку выключили вентилятор но это постоянно у человека будет занимать какое-то время а что делать ночью то есть у человека нету там возможности контролировать вот ну то есть нет скорее не возможности а желания вот заниматься вот этим ну качественный вопрос будет включать себя уже немножко другие параметры которые вам нужно будет решить самостоятельно или слушать каких-то советов которые есть в интернете и лучше всего прислушиваться кого-то единого мнения единой какой-то ну скажем так концепции которые уже придерживаются и которая дает определенные результаты вот сейчас мы сделаем такой вот момент когда мы попробуем автоматизировать нашу вентиляцию которая находится в том помещении где выращиваете грибы как сделать так чтобы это не занимало нашего личного времени и мы сделаем это все простейшим образом для этого для того чтобы происходила вентиляция в этом помещении это понятно что нам нужно будет какой-то канал который подает воздух сюда нам нужно будет какой-то вентилятор который будет подавать воздух сюда но как сделать так чтобы этот вентилятор работал без нашего участия и И сделаем мы его очень простым. И следующим образом для автоматизации такой вот вентиляции вполне будет достаточно очень простого прибора. Вот посмотрим на этот прибор. Он выглядит следующим образом. Вот так вот. Здесь есть резетка. Есть шкала, которая будет регулировать подачу электроэнергии на прибор, который будет включен вот в эту розетку. И сейчас мы займемся тем, что мы автоматизируем подачу воздуха, камеру, вношение, инкубации и так далее. Значит, относительно вообще вот этих приборов, они продаются в гипермаркетах строительных материалов и так далее. То есть не составляет проблемы найти каждому человеку вот такую вещь. Она довольно-таки проста в самом использовании. Здесь есть ножки, ножки вот такие, которые загибаются. Которые, ну, шаг вот одной такой вот ножки будет давать 15 минут вентиляции в этом помещении. Это относительно объема подаваемого воздуха. То есть в предыдущей публикации мы говорили о том, что как рассчитать параметр подаваемого воздуха в это помещение. Вот сейчас мы расскажем о том, как рассчитать вот этот параметр относительно времени, который будет подаваться. То есть в сутках у нас есть 2-4 часа. И сколько объемов воздуха будет подаваться в это помещение, мы будем регулировать вот таким простым прибором. В сети маркетов продаются вот эти приборы для использования там в разных целях. Но как это применимо вот к грибоводству, сейчас я вам буду рассказывать. Начать нужно с того, что технических вот таких вот средств, которые видите сейчас вот в камере, этот называется прибор, как это сказать, ну не электронный, он аналитический. То есть в принципе его работа заключается в следующем. Когда подключить его в розетку, у него начинается вращение вот часового механизма. Этот часовой механизм будет работать следующим образом. Здесь подключена такая вот механика. Тут есть ножка. Если мы загибаем, вот например, какое-то количество вот этих ножек, то загнув одну из них, у нас на протяжении 15 минут, то есть шаг каждой вот этой ножки имеет 15 минут. К сожалению, вот этот прибор, недостаток его в том, что он не позволяет регулировать то, что нас будет интересовать в тех параметрах, которые нам, например, нужны. То есть если нужно подать какое-то количество воздуха или воды или еще чего-то в размере, например, 7 минут, то этим прибором нам не удастся отрегулировать этот параметр, потому что шаг определен вот этой ножкой. Как это работает? Если происходит вращение вот этого механизма по часовой стрелке, сейчас включается механизм, он работает. Сейчас на протяжении 15 минут у нас будет подаваться воздух в нашу камеру и по окончании этих 15 минут этот механизм отключит подачу электроэнергии на прибор, который включен вот в эту розетку. У этого прибора есть одно преимущество, что у него есть вот сбоку такой вот джойстик. То есть в случае, когда нам нужно или принудительно подавать в воздух, или в тех моментах, когда идет очень интенсивное плодоношение, то нам очень простым движением руки мы можем переключить это в ручной режим и электроэнергия будет подаваться на постойную, постоянно. Вот преимущество вот этого прибора. Сейчас я покажу немножко другой прибор. Я купил его в принципе для исследования или понимания других приборов. Сейчас покажу немножко другой прибор. он чуть отличается технически вот от того, что вы видите сейчас в камере, но у него есть свои технические недостатки. Вот сейчас мы видим панель управления работы вентиляции и других параметров освещения в грибной камере. Он приблизительно выглядит следующим образом. Все видно. Есть такие вот приборы, но это чудо, я не знаю, какое там китайское или какой-то другой технике. Оно предназначено для своих определенных целей, но у него есть свои определенные недостатки. Вот давайте сейчас посмотрим, как тут предусмотрена вот такая вот крышка, которая там на пружине должна это все закрывать. Если мы отключим вентилятор, включим его вот следующим образом, вот он даже туда не включается. То есть единственная возможность это подключить его вот так. То есть смысла в этой крышке нету вообще никакого. Ну, это позволяет нам хотя бы добраться вот до следующего механизма регуляции воздуха. Вот как у меня сейчас вот идет вентиляция в этом помещении. То есть каждая, ну, на камере она выглядит более темнее. Это нажатая ножка, которая будет включать вентилятор. Если мы начинаем ее поворачивать, сейчас у нас включится вентилятор. Она работает что-то как часы. Ну, давай. Включайся. Вот. Вот у нас запустился сейчас работа вентилятора. Нажатая ножка поджимает контакт и включается вентиляция. Режим вентиляции мы можем регулировать очень просто тем количеством ножек, которые будут нажаты. Но есть недостаток у этого прибора, один и самый главный, в том, что у него нету вот такого джойстика, как вот у простого, более такого дешевого и более... Ну, вот видите, он сейчас такой выглядит подуставшим, подубитым. Но это означает только одно, что он используется очень длительное время. И вывод можно сделать только один, что вот такие приборы, они очень надежные и позволяют использовать их длительное время. Раньше я покупал вот такие вот приборы и там с цифровыми экранами, там можно было программировать, к сожалению, ну, небольшое количество, там 7 программ, но можно было выставлять там одну минуту, там 30 секунд, все что угодно, вот, можно было выставить. Но, недостаток вот электрических вот таких вот приборов в том, что они выходят из строя, стоимость вот таких приборов электрических, электронных намного выше, а вот целесообразность их заключается в том, что через некоторое время при перепадах электроэнергии в сети или так дальше, они выходят из строя. То есть я порекомендую вам взять простые вот такие вот аналитические вот такие приспособления и вот отличие вот этого от этого заключается в том, что в таком вот простом, немного большем, немного, есть вот такой вот джойстик. Мы можем здесь просто включить и у нас вентиляция будет работать столько, ну, сколько нам будет нужно, то есть она работает на постоянку. Это будет касаться освещения, это будет касаться полива, там, и других параметров. Если же в этом приборе у него отсутствует вот любые джойстики, ну, и недостатком вообще вот эта маленькая такая вот комплекция немножко усложняет вот вообще работу с ним. Сейчас вот отключили вентилятор при повороте. То есть вот этот зарекомендовал себя лучше всего. Там цифровое я уже не буду показывать, есть у меня где-то эти приборы, но они вышли из строя, так чисто формально где-то валяются. Ну, лучше остановиться на вот простом, технически оправданном и таком вот средстве. Таким образом, подключив через вот такую систему, мы можем определить нужное количество вентиляции в нашем помещении. И нажатием вот этих ножек, ну, и тут они опять же очень такие мелкие, тут нужно какое-то такое очень тонкое приспособление для того, чтобы это все сделать. Они вот здесь, они более такие грубые, там, толстые, или как же, это можно сделать там нажатием вот этих ножек, и можно сделать намного проще. Таким образом, мы можем автоматизировать полив, там, вентиляцию, подачу электроэнергии, освещение и всего остального в том помещении, в котором мы выращиваем грибы. И, фактически, определив, ну, или поставив вот такие небольшие приборы, раньше это было сложно, когда не было вот таких простых технических средств, а сейчас это очень просто. Вот этот, например, датчик будет отвечать за вентиляцию, этот датчик будет отвечать за освещение, следующий датчик будет отвечать, например, за полив, и на этом автоматизация в камере будет избавлять нас от излишних движений, там, слежением за каким-то параметрами и всего остального, что намного нам будет упрощать работу с выращиванием грибов, камерами и так дальше. Ну, естественно, для безопасности и всего остального нужно ставить какой-то определенный там, датчик подачи, потому что электроэнергия у нас используется очень интенсивно ввиду каких-то сложностей, там, с замыканиями или так дальше, там, обогревательных приборов. Этот датчик должен сработать, что он нас избавит от пожарных, там, каких-то проблем и так дальше. Так. 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 Так.